Девушки отдыхают Наплыв игроков, но я как-то ожидал такого вот начала и отнесся к этому довольно прохладно. Такие же очереди с падением серверов не редкость и в Destiny, так что на протяжении этого видео я не буду сильно заострять внимание на том, что игра в закрытой бете может лагать, вылетать, не подгружать что-то и скидывать игрока из приложения. Билду, который дали игрокам на пробу, 6 недель срока, так что наверняка к релизу многие проблемы поправят, ну или хоть выделят еще серваков, а то 22 февраля мы все очень сильно разочаруемся, а гнев нашего комьюнити страшен. Хочется надеяться, горький опыт говорится не надо, но хочется верить. Итак, теперь к делу. В закрытой бете нас, вкачанных до 10 уровня, сразу бросают в город. Город, которым хвастались на первых показах игры, который супер живой и огромный, с которого начинались все миссии, стоило только спрыгнуть с платформы в джунгли. Однако в бете этого нет, так что сойти с ума от бесшовного вылета на миссии не получилось, и запуск заданий тут ровно такой же, как в любой игре жанра. Выбираете миссию, выбираете сложность, зовете напарников и начинаете. Конечно, сначала я немного побродил по городу, пообщался с его поселенцами. А, купить сначала, да? Извините. Ууу, какая опасная деталь, в будущем мужики продолжают доминировать над женщинами, и все так же заставляют натирать их волшебные лампы и вазы. Что смотришь? Нравится тебе, сексист бритый? Вообще, город, конечно, что-то напоминает. Возможно, я придираюсь, рыночные площади городов будущего все выглядят одинаково. Но, блин, общее настроение, палитра и стилистика всех этих баннеров... Ладно, давайте и правда попробуем избежать неуместных сравнений с Destiny тут и там, и постараемся как-то нейтрально на все посмотреть, поскольку от Destiny тут сильно меньше, чем некоторые бы хотели. О, а это кто? Привет. Будь я здесь, когда Гоул напал на башню, я бы дождался, пока с ним разберешься ты, братишка. А, господи, я же сказал, без отсылок к Дустану и шуточек на эту тему. Итак, вот твой джавелин, крикнули мне, запрыгивай и погнали на задание, фрилансер. Да, фрилансер, серьезно. Было время, когда я сидел на фрилансе, и чё-то мне как-то не хочется, чтобы сейчас ко мне обращались так в игре. Боец, рейнджер, наемник, страж. Эй ты, кто угодно, но, бля, не фрилансер же. Итак, я отвлекся. Джавелины. Те самые костюмы Тони Старка, которые делятся на 4 класса. Рейнджер, колосс, шторм и перехватчик. Нам дают сначала рейнджера. Он самый универсальный из всех. Читай, унылый. Может летать, может выпускать зал прокет, бить электродубинкой, кидать гренки и носить два оружия. В дальнейшем мы откроем варфрейм бота, перехватчика, варлока, штормколера, шторма и колосса. Тупо танк на ногах. В этом, кстати, огромный плюс, в отличие от игры, о которой ты подумал. У тебя один персонаж, и ты можешь решить, какой костюм он наденет на то или иное задание. Тебе не надо создавать четырех отдельных пилотов, не надо перепроходить сюжетные миссии и квесты за каждого по отдельности, чтобы их прокачать. Ты просто качаешься, костюмы качаются вместе с тобой. Эта система как-то понятней, проще и все такое. Перед вылетом на задание нам дают выбрать оружие, покраситься, сменить джавелин, если у вас разблокированы несколько. Потом можно присоединиться к своим друзьям или позвать их к себе в команду. И погнали! Меню, кстати, тут не такое сложное, как в Division. После долгой игры в Destiny с ее идеально понятным интуитивным интерфейсом, меня просто укачивало в Division. А тут нет, норм. Немного аляписто выглядит, но привыкаешь довольно быстро. Для меня, опять же, это большой плюс. Нам обещали старт миссии с прыжка Веры с огромной высоты, созерцая красоту дикой природы. Хренас 2! Начало миссии в демке из канализации. Тут твое место, фрилансер! Миссии запускались в бете со скрипом. Игра висла на 95% загрузки, и ее приходилось перезапускать. Это, конечно, тот еще геморрой. Однако, когда ты перезапускаешь игру, она тебе сразу говорит, что ты уже начинал задание, и очень быстро возвращает тебя в текущую миссию. Это круто! А вот если кого-то выкинет во время выполнения задания, вместо него забросит бота. Бота этого зовут Страж. Так что вы с ним подружитесь. Страж, как правило, такой же тупой и бесполезный, как те Стражи, с которыми ты играешь в Destiny 2. Матчмейкинг тут, кстати, есть. И на каждое задание игра тебе укомплектовывает команду до 4 игроков. Еще об интерфейсе и прогрессе. В меню всегда доступен набор контрактов, баунти. Тут они называются Деяния. Да, так вот, Деяния хорошо так должны добавлять вам опыта за прохождение миссий и их выполнение. Например, убить 10 врагов рукопашной атакой, или 100 противников из винтовок. Все бы ничего. Но бета эту экспу не начисляла, поскольку с экрана подведения итогов миссии игра тупо крашилась. Сюжет толком понять из демки, естественно, тяжело. Из тех миссий, которые есть, можно понять, что есть некий фанатик, который шарит в артефактах, силе и так далее. Мы находим ему один из этих артефактов, после чего тот копипастит версии себя и говорит об игре, которой на самом деле вдохновлялись создатели Anthem. Потом один из склонов пропадает, и нам нужно его искать. В городе, по барам, после чего нам говорят. Окей, я знаю где это, я там провел последний месяц. Сами бои и миссии проходят довольно типично. Типично для игры такого жанра. В Destiny мы видели то же самое, в дивизии мы видели то же самое, тут тоже. Однако в Anthem битвы разбавлены полетами, атаками с воздуха и так далее. Это весело и интересно, но только в первое время. Потом, все же, надеюсь, в геймплее предложат какое-то разнообразие. Небольшая головоломка тут, кстати, есть. Ё-моё, это чё, мне тут кот от замка по цветам и символам опять подбер... Я же сюда из Destiny ушел, чтобы пострелять, а не вот это вот всё. Она, правда, совсем на дурочков рассчитана, но как знать, что там приготовили дальше. Полной версии игры. Масштаб локации, опять же, в бете оценить непросто. Точно можно сказать, что ни о какой реальной бесшовности и речи быть не может. Как бы ты ни надеялся, но нет, не в этой игре. Прогрузки всё же будут в любом случае. Мир тут не на 10 экранов, всё же в площади. Динамика боёв мне понравилась. Тут не получится засесть на битву с боссом и отстреливать его из слепой зоны. Слишком много мобов он спаунит. Постоянно нужно следить за тем, откуда тебя атакуют. Парить, если начинает гореть земля. Уворачиваться от ближних атак и сваливать от орды мобов, если уж совсем давят. Обилки тут откатываются очень быстро и динамично. Регулярно можно спамить гранатами, спецспособностями джавелинов и ультой. Притом, если вы играете в компании друзей, все эти обилки очень круто можно миксовать и добиваться каких-то специальных эффектных атак. Однако миссии всё же сложные. Вот эту я в соло, наверное, минут 30-40 на нормале проходил. Потом ко мне присоединились и мы разобрались чуточку быстрее. Тут нет автоподъёма, так что если кто-то из твоих тиммейтов погиб, его нужно поднимать кому-то из живых. Сам он не заспаунится спустя какое-нибудь время. Эй, эй, псс, дай списать. На, только поменяй, чтоб не спалили. Эти вексы что-то строят? Снаряжение дропается во время миссии с мобов, но посмотреть на него почему-то можно только по окончании задания, что максимально тупо и я надеюсь с этим что-то сделают. Так, что тут у нас из оружия? Винтовки, пистолеты, дробовик. Кому нужен дробовик? Зачем тут дробовик? Тут же пвп нет, эй. Да, кстати, пвп вантом нет. Соревноваться в длине своего скилла вам предлагается только в пве режимах разной сложности. Конечно, это минус. Разнообразием геймплея, как я сказал на первый взгляд, игра не блещет. А потому пвп могло бы тут удержать игроков на дополнительные десяток часов, другой. Но, если прикинуть, Байоуэр смогли бы нормальный пвп сделать от третьего лица едва ли. Так что пускай лучше прорабатывают пве активности, чем распылять силы на все подряд и в итоге сесть в лужу. Что касается моих впечатлений в целом. Все как я и ожидал, вот прям абсолютно. Это никакой не клон Destiny и уж тем более не ее убийца. Вдохновлялись тут Destiny? Визуал только разве что, но по геймплею это исключительно варфрейм с щепоткой Division. Система коопа и лута Borderlands. Если вам все же нужно услышать прямое сравнение с Destiny от меня, то вот оно. Это совершенно разные игры. Играя в бетку, я едва ли находил какие-то сходства. Разве что внешне и шутки ради. Геймплейно же, мне не ясно какой идиот, поиграв в Anthem, продолжит утверждать, что это Destiny клон. Это нормальный такой коопчик, в который я с удовольствием буду играть в межсезонье Destiny. Anthem выходит в феврале, 22 числа. В Destiny в это время почти ничего не появляется нового, так что хорошее время, чтобы освоить другую игру. Контент на канале по Anthem. Думаю, что-то появляться будет. Мне интересно попробовать себя в других играх и контенте по ним, но пока я не очень представляю, каким он будет. Контент о PvE кооп-игре. По бете сутить как-то о всем проекте я бы не стал. Все же не забывайте, что такие беты проводятся не только для игроков, но и для самих разработчиков. Не только показать, какая у нас крутая и красивая игра, но и увидеть самим, что наши сервера говно и нужно что-то доделывать. Пишите в комментариях, что думаете. На днях я постараюсь запустить стрим, надеюсь пообщаться там с вами на эти темы. Так что залетайте. А на этом пока прощаемся. Спасибо за просмотр. Не забудь лойс поставить и подписаться на канал. Счастливо!